новая резина друзья вообще новая мне нравится цивилизация все записывает резину поменяли записали да вот девятнадцатый год смотрите резина девятнадцатого года ну вообще прям вот как будто сегодня поставили вам лизинг вот вам немцы машина обслуженная до 2020 года или до пробега 220 видите масло имеет срок годности до 20 года или до 220 пробега сервис был сделан и 190 там с копейками друзья как быстро в египте проходит оформление у меня просто до сих пор а состояние эйфория от этого это просто не передать словами чик заплатил чик получил чик это но почему так у нас нельзя сделать а господи украинцы помогайте украинцам пожалуйста легче жить всем за такое полиция не стоит европе садикистан или киргизии смотри как люди так умудряются даже бревно может выпасть на ходу а них не он и гвоздями сбил видите ну да но это же просто капец как они поляков пройдут даже я не знаю слушайте ну это вообще просто тут бревнышками там проволочкой тут со сваркой как виду как же самодельщина я позвонил мне продавец можно выезжать выезжаем едем забирать декларацию к нему и обратно на офис вот это такая там можно видеть никого нету просто нужно было заехать и ангары как у нас страшные заехал все у нас выпустили все друзья мы выехали ребята взяли два французских бмв вот решили они остаться ночевать на ночевого не любитель ездить скажу так шумоизоляция конечно не на высоком уровне но опционально очень понравилось подключаешься к телефону и когда звонишь кондиционер тише делается автоматически музыка и очень резвая очень для 1 из 7 она видно такая по весу оптимально подходит динамика машины просто меня удивляет настолько на резво подрывается настолько динамично управление очень нравится такая отзывчивая так вот нравится машина ребята дизайн я бы премию этому разработчику дал опеля дизайн но очень мне нравится очень сидишь в новой машине нас 3 год классно навигация монитор хороший контрастный руль мне очень нравится эти вставочки хромированные такие под хромчик раскраска сидений дизайн классный еще хочу отметить переключение коробки более механика но как как приятно здесь реализовано переключение я не знаю а шестой разве так тоже приятно с этими подошли на это конечно трагедия надо ждать без подошли ты не веришь в украину это жестяк конечно очень много битых машин очень много нечестных машин без сервисной истории когда ты говоришь сервисная если что говорит я не знаю надо посмотреть понимаете не все в литве мотает моторы это пробеги сентя это неправда не все есть люди которые продают машины и 300 пробега и 200 пробег не надо там всех под гребенку грифте есть конечно не до пропали непорядочные люди и хватает к сожалению в украине и везде в плане пробега поэтому просто нужно искать и все вот я шкоду вам показывал в этой шкоды было 280 пробега машина в одного хозяина с фирмы но состояние к сожалению вот я уверен найдутся люди которые смотают на 150 на 120 балентом состоянии просто ничего делать она реально офигенно ходила это на большие расстояния минимальный износ по салону вот так вот здесь даже друзья церкви без понтов возьмите наши церкви до золотые купола все золотом писано рисовано эти кресты цепи золотые посмотрите католики скромно скромность во всем зданиях в людях в одежде вот откуда у нас в этом понтовость а вот вы знаете кладбище проезжал так что мимо дело житейское скажем так и там все скромно нет этих двухметровых трехметровых обелисков все скромно без бандов ура друзья пришла педешечка значит мы едем украину и если все будет завтра еще и растаможимся даже украина друзья есть в меню на навигации такой навигатор вот часто вижу вот так люди строят дома вокруг никого вот отдельно где-то в поле вот это я вам скажу польская тема у меня бабушка когда-то полячка жила родовском районе тоже так отдельно но не было очень много земли там больше 40 гектар потом в 50 третьем по-моему забрали всю землю друзья какое наслаждение по европе ехать вечером ночью никто тебя не слепит никакими ксенонами всех нормальные фары я дождусь крайне наконец-то наведут порядок с этими фарами я ночью в украине просто уже не могу ехать мы слезятся глаза и закрываю глаза на больно реально через друзья я на границе очередь от магазина с колбасой какие стопы прикольные у вас 3 15 года и вот сервисная история обслужилась она на сто девяносто двух тысячах девяностом году вот все же все друзья 4 утра я вижу польский штук балм сколько арестованных машин и задержанных как же медленно идет очередь друзья 8 утра только что прошел поляков и тут вот на грузовом такой хаосе ломятся он по польше тут такая атмосфера начальница спит за столом наш инспектор где-то пошел минут на 40 пропал нету один идет сонный были но у ребят работа просто в масле а там километры километры людей а теперь пересменка и пока не там раскачаются прошли украинскую таможню очень быстро нам фура сломалась прямо на мосту если бы не фура мы бы уже были бы на терминале а так пытаюсь смотрите позвонил мне скаунуса продавец я написал сначала как машина когда ехали какой классный участок дороги сделали вот так бы везде во всей украине наваливает наваливает это гроши закинчилось и все остановилось как красиво луцку на коротком участке три экипажа полицейских там где хорошая дорога там неплохо их нет друзья встретил игоря на терминале он швейцарию ездил взял шкоду а пятую двенадцатого года монитор мультируль автомат dsg семиступенчатая сухая да 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 но подогрев сидений но 40 тысяч оригинального пробега кому интересно состояние 40 тысяч коробка переключается прям так аж 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 как 40 тысяч хорошая машинка пошли под капот заглянем да 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 вот новый автомобиль на титанах о запаска вот сеточки такие как в куге аварийный знак кому интересна машинка пишите звоните 40 тысяч ребят катайтесь на новой машине по кузову есть под капотом все целы правы две двери 60 микрон плюс 60 то есть не 130 190 она вся 130 то есть подвокировали да просто есть под пизда есть поддули без шпаклевки шпаклевки немата она вся 130 это не 110 не 108 как вы догадались машину мне не отдали машина пошла на поднятие тарифов дали на пересчет тарифов еду я с игорем на киев машину сказали оттуда в понедельник и чё я вспомнил в литве заехали тоже на таможню это заняло 15 минут никаких талончиков при въезде просто камера посмотрела на автомобиль на номера меня запустили я поставил 15 минут человеку дали декларацию по почте он не распечатал и все я уехал опять камера посмотрела меня выпустили из терминала и посмотрите что у нас полдня проторчать на терминале и мне сказали извините машины ну вот что это как это и зачем это и сами бракера не понимают для чего таможня умышленно все это тормозит терминал сына пустой вы видели ну подымается на туда подымается на то не подымает он и комиссию отправляет зачем это все даже понятно что дальше с прямыми официальными документами машину вы сейчас да раньше такого не было реально не было даже как саботаж какой-то честно словно а в итоге страдает кто самый мисс который будет заниматься дайте с кого-то обманулись на нашу ночи без миналой